Всем привет. У нас сегодня среда. Я уже сегодня отработала, только что пообедала. Непривычно, солнце вышло. Вроде не это, ну как сказать, не прям, ну сквозь тучки, сквозь облака светит. Ну слепить. Короче, сейчас я пообедала, пришла с работы, пообедала, бегом. И бегу на машине, бегу, еду к Леону в школу. У него сегодня родительское собрание. Он так радовался этому собранию, как никогда. И он радуется, потому что я могу его сразу после этого забирать домой. Когда у них родительское собрание, неважно оно во сколько, можно забирать детей домой сразу после этого, чтобы второй раз кто-то за ним не ехать. Вот это почти на два часа пораньше. Могу его забирать. И он очень обрадовался. Потом приеду, где-то минут 15 себя. Ну запланированно. Обычно у нас 5 минут, и мы выходим. Быстро все проходит. Ну еще говорит, мама, знаешь, почему мне нравится родительское собрание? Говорит, потому что рано домой с тобой ухожу. С того, что, говорит, меня всегда хвалят. Также посмотрим, что сейчас скажут. Я говорю, мне тоже. Я всегда, говорю, с удовольствием хожу на ваше родительское собрание, все в Трои. Потому что вот сколько уже 8 лет хожу, 8 год. И еще ни разу не было такого, чтобы что-то там говорили, что плохо ведет себя, или там плохо учится, или еще что-то. Короче, всегда было приятно слушать о ребенке. Сейчас, когда уходила, до 12 я отработала, ну 10 минут уже позже. Я говорю, все, я побежала. Говорит, куда? Я говорю, на родительское собрание. А он говорит, а? Говорит, я, говорит, уже все, у меня закончилось. У него всего один школьник. Один еще у него в садике маленький. А старший в школе. Он говорит, Леон, или, по-моему, она как старший в школе классик. И говорит, тоже. Но у него вечно, он говорит, я не люблю выходить туда, потому что всегда говорят, что плохо себя ведет, мешает на уроке. А он, говорит, оказывается, в дневнике всегда зачеркивал, или как-то специально такая это есть, замазывал, короче, такая замазка. Говорит, а когда так на свет держишь, то видно, что там стояло. Я, говорит, после родительского собрания пришел, посмотрел, говорит, там стояло, что мешает на уроке. И он взял это замазал. Говорит, думает, что мы родители пыли, короче, мы пошли. Говорит, забрал у него все эти приставки, телефон. И сказал, вот как исправишься, потом получится. Короче, такие дела. Все, я уже приехала. У меня сейчас обед должен быть. Так, парковка, парковка. Публичная проблема. Спасибо всем, кто поддержал, кто это вчера, после того видео. Мы отошли. Я, когда Слава с работы пришел, тоже успокоил меня. Говорит, главное, с вами все хорошо. Машина, говорит, тоже так нормально, говорит, не переживая. И все будет хорошо, короче. Ну, я успокоилась. Ну, как. И дети, дети в основном, они весь день, до самого вечера, пока спать не пошли, тоже об этом говорили, говорили. Мама, вот есть, есть. Но больше они, им очень жалко эту косулю было. И не вот что есть интересное с ней. Я говорю, да, жалко, конечно. Очень жалко, но она убежала. Сегодня тоже на работе сказала. Что же начальник говорит это? Что, говорит, она мертвая? Я говорю, нет. Я говорю, она убежала. Он говорит, ну, значит, живая. Я говорю, нет, это не обязательно, что живая. Она, может, пока в шоке убежала, а потом где-то свалилась. Я говорю, ну, слава богу, что они так не оставили просто. Ну, все, нету, нету. А потом приехали эти егеря. Оказывается, это по-немецки почти так же. Ейга. По-русски егеря. Я не знала даже. Вот новое слово выучила. Егеря. Так что они это, думаю, найдут ее. Они с собаками, которые по нюху искали. Короче, такие дела. И сегодня, правда, когда мы сегодня поехали, мне же надо было опять детей в школу везти. Слава вчера машину еще раз проверил вечером. Посмотрел, свет горит или нет. Вот именно вот эта правая сторона, куда она ударила. Посмотрел, свет горит или нет. Короче, это все-таки вот эта жидкость, которой дворники мыть. Говорит, держи это. На расстоянии езжай, чтобы если вдруг впереди будут брызги лететь, я, говорит, ты не сможешь помыть окно. Но, слава богу, на улице все сухо было с утра. И все нормально. Окно чистое. Но было очень страшно ехать. Я думаю, это еще будет длиться. Вот именно этот промежуток. Да и вообще, сейчас вообще не знаешь, где ожидать и не ожидать. В таком неожиданном месте вылетела. Так что теперь не только в лесу боюсь ехать. Теперь везде боюсь. Ой, мне очень страшно было. Я с детьми ехала, музыку все выключила, ехала и только смотрела. Но вчера тоже бы даже смотреть-то там темно, во-первых. Днем-то, может быть, раньше бы увидела ее. А так темно, и она уже стояла у меня вот тут перед машиной. Там вообще ни секунды не было, а время реагировать как-то. И, короче, страшно было. Сейчас днем вроде не так. А когда утром рано ехала, детей в другой город повезла. А потом слева нам на обратном пути тоже сюда, вот к школе. Страшновато. Ну, надо страх перебороть и ехать. Другого выхода нету. Дома сидеть не будешь, детей надо в школу везти. Ладно, пошла я. Потом расскажу, что учитель сказал. Все. Сак, привет. Привет. Мы уже закончили. Немножко надо было подождать, потому что там перед нами была девочка с мамой. Ну, как я и думала, и ожидала. Ничего другого не ожидала. Все хорошо. У Леона, говорит, ничего не изменилось в худшую сторону, даже в лучшую, что он очень хорошо себя ведет. Единственное, говорит, по немецкому языку он должен немножко чаще руку поднимать, участвовать на уроке. Он, говорит, участвует, но, говорит, можно было бы чуть-чуть побольше и отвечать. По математике поднимает, все, говорит, нормально, но по немецкому, говорит, иногда надо чуть побольше, короче. А так, говорит, все отлично, по всем урокам ведет себя отлично. И тоже, как и Льюис, и там, где Леон, говорит, если там двое ругаются или такие неспокойные, говорит, и он, говорит, со своей спокойностью, говорит, приносит так, ну, короче, другие становятся тоже спокойнее. Так он объяснил, говорит, даже когда они на улице играют, говорит, и в классе тоже его посадили рядом с одним мальчиком, который очень беспокойный. И, говорит, он намного спокойнее стал, потому что Леон, говорит, не ведется на него, не дает себя, как сказать, ну, чтобы тоже отвлекать. Отвлекать, не дает себя отвлекать. И, говорит, этот мальчик, который неспокойный, тоже, говорит, очень хорошо стал себя вести. Так что я очень-очень довольна и горжусь моим мальчиком. Вообще, моими тремя. Молодцы. Да, Леон, молодец. Сейчас приедем, я его накормлю, потому что у них класс чистый, сейчас как раз обедают. Я это, ну, забрала его, сказала, дома пообедает. Теперь только Лео, сейчас Леону покормлю, и потом уже за старшим надо ехать. Слава уже тоже скоро приедет с работы. Тут у меня еще пятницу. И Славе тоже еще четверг и пятницу, и все. И с субботой мы все дома будем. Редко такое бывает. Следующую субботу мне уже опять работать. План уже готовый на следующую неделю. Буду в среду, в пятницу и субботу работать. О, зеленый. Успела. Холодно. У нас было вчера еще тепло, дождик шел. А сегодня машина была вся замороженная. Я опять утром вышла, включила. Она разогрелась, растаяла. И мы поехали, а? Учитель мой объяснил, говорит, если ты будешь чаще руку поднимать, и у тебя, например, говорит, по контрольному будешь стоять между двойкой и однеркой, единицей. Между двойкой и единицей. Тогда я, говорит, буду тогда учитывать, сколько ты руку поднимаешь, как ты участвуешь на уроке. Если ты там активно участвуешь, то, да, я, говорит, буду тебе единицы ставить. А если я знаю, что ты редко, так иногда только не так сильно участвуешь, говорит, да, я буду двойку тебе ставить. Кто первый раз слушает, это у нас в Германии двойка, это четверка, однерка, единица, это пятерка. Все, мы дома, счастливо на обед сделаю и буду отдыхать. Мало времени, правда, но ничего, потом заберу детей, потом буду уж точно отдыхать. Все. Еще хочу сегодня поздравить Валентину, у нее ник канала, не знаю, есть ли она, Тина Свельд называется, и у нее сегодня день рождения, поздравляю тебя, Валечка, с днем рождения, и ты пожелала себе песню «Цветы без повода», и сейчас я хочу тебе спеть эту песню для тебя. Ты себе и пожелала на свой день рождения, чтобы спела, и вот, исполняю твое желание. Желаю тебе всего самого-самого хорошего, здоровья, счастья, любви и всех-всех благ. И для тебя теперь прозвучит эта песня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Еще раз, с днем рождения тебя, Валя, всего тебе самого-самого хорошего. Надеюсь, тебе более-менее понравилось. Ну все, я на этом буду заканчивать сегодняшний такой коротенький влог. Дети у меня уже все дома, у нас уже время 5 часов, я забрала еще Люиса Айзамуэля. Слава приехал сегодня на час позже, мне пришлось слева на одного оставлять, но Слава потом где-то минут 15-20 позже приехал. После того, как я уехала, я потом позвонила, спросила, дома был. Вот, все нормально, всех привезла. Мы еще с детьми заехали в магазин, хлеб купили. Я с мальчишками заехала. Вот, уже на улице темно, с 15.05, с темно уже. И вот сейчас мы будем все отдыхать. Я повешала белье сушиться, Слава, он камин растопил. И на этом наш день подходит к концу и будем отдыхать сейчас. С детьми, Слава тоже. Желаю всем хорошего времени суток. Кто, когда будет это видео смотреть, я не знаю. Так что всем всего хорошего. Не болейте. Будьте все здоровы, счастливы. И до следующего видео. Всем пока-пока.